Друзья, всем привет! Сегодня у нас третья глава книги Hector in the Search for Happiness и называется она Hector makes an important discovery. Гектор делает важное открытие. Глава будет достаточно простой, не очень много незнакомых слов и конструкций, но тем не менее достаточно интересной и полезной в плане языка. Напоминаю, что сначала я читаю и разбираю главу по предложениям, а потом читаю как диктор. Ну что ж, давайте начнем. Hector makes an important discovery. Гектор делает важное открытие. Обратите внимание, an important discovery, артикль n, потому что слово, которое important, важный прилагательный, начинается на гласный звук. Очень важно запоминать, что начинается именно на гласный звук, а не на гласную букву, потому что зачастую ученики делают ошибки и говорят, к примеру, э-ауэ, потому что ауэ, вроде бы эйч, слово начинается на согласную букву, но на самом деле, когда мы произносим слово ауэ, первый звук у нас гласный, поэтому запоминаем, что если слово начинается на гласный звук, а не на букву, то мы ставим артикль n. Гектор объявил своим пациентам, что он собрался в отпуск. Announce – это объявлять, announce to someone, если мы говорим про существительное, announcement – это объявление, ну, к примеру, которое вы можете услышать в аэропорту. Когда они услышали новости, некоторые из них, давайте здесь остановимся на слове новости, запомните, что the news – это всегда is, единственное число, новости – это неисчисляемое существительное. The news is. Если вы хотите сказать, что новости хорошие, the news is great. Если вы хотите сказать одна новость, то это a piece of news. То есть, когда они услышали новость, либо же новости, некоторые из них часто те, да, те пациенты, those относятся к пациентам с самыми серьёзными отклонениями, сказали ему, вы абсолютно правы, доктор, с работой, with the job you do, которую вы делаете, вам нужен отдых. Rest – это отдых. И rest мы можем использовать как глагол to rest, да, I need to rest, мне нужно отдохнуть, I need to rest, мне нужен отдых. But others seemed slightly put out that Hector was going on holiday. Но другие казалось слегка put out. Это интересный фразовый глагол, и первое его значение – потушить огонь. Если мы говорим про человека, то человек слегка раздражённый, либо же расстроенный. То есть, другие пациенты, казалось, слегка расстроились, что Гектор собирался в отпуск. И они сказали ему. Итак, я не смогу ходить к вам на консультации несколько недель, several, несколько weeks, недель. I won't be able, я не смогу. To be able to – это эквивалент глагола can. Дело в том, что can мы не можем использовать в будущем времени, к примеру, I will can, play tennis, к примеру, я буду играть, да, я смогу уметь играть в теннис, мы так сказать не можем, для этого в английском есть эквивалент to be able to. То есть, I will be able to see you, я смогу вас увидеть, да, я смогу прийти на консультацию, либо же I won't, что является само по себе сокращением. What I will not be able – я не буду в состоянии, да, я не смогу. Will be able, will not be able – это can, но в будущем времени. То есть, они слегка были раздраженными, что не смогут его увидеть несколько недель. They were generally the unhappy people whom Hector couldn't make happy, and who were wearing him out. Они были в основном те несчастные люди, которых Hector не мог сделать счастливыми, и они wear him out. Они его, если мы говорим про одежду, to wear something out, мы это изнашиваем. К примеру, если у вас есть любимая футболка, которую вы носите уже несколько лет, она worn out, то есть вы её уже износили. Если мы говорим про человека, то общение с такими людьми нас изнашивает, истощает. То есть, вот как дементоры вытягивают все положительные эмоции, так и эти люди wear us out. Они нас истощают. У Hector была хорошая подруга Клара, и ему также нужно было сказать ей, что он отправляется в отпуск. He asked her whether she would like to go with him, not just to be polite, but because he liked Клара a lot, and they both felt they didn't spend enough time together. Он спросил, а не хочет ли она отправиться с ним? Whether это слово мы используем в косвенной речи, и здесь у нас как раз-таки косвенная речь, вопрос в косвенной речи. Он спросил, ли она хочет отправиться с ним? При переводе на русский, а хочет ли она отправиться вместе с ним? Но по правилам косвенной речи мы ставим whether, либо if, после he asked. Либо же she asked, she wondered и так далее. То есть, он спросил, а хочет ли она отправиться с ним? Не для того, чтобы быть polite, вежливым, но потому что он любил Клару, она ему нравилась очень сильно, и они оба чувствовали, что они не проводят достаточно времени вместе. Гектор и Клара любили друг друга, но они находили это сложным, то есть для них было сложно строить совместные планы, строить планы вместе. Если мы говорим про строить планы, то это make plans. Например, иногда это была Клара, которая хотела выйти замуж и завести ребёнка, то есть иногда инициатива была от Клары, а иногда это был Гектор, но они практически никогда не хотели это вместе, в одно и то же время, не совпадали у них желания. Клара работала очень усердно на большую компанию, фармацевтическую компанию, которая производила медикаменты, которые, в свою очередь, прописывали психиатры. Prescribe – это прописывать, выписывать. Если мы говорим о рецепте именно на медикамент, на лекарство, то это prescription. На самом деле, именно таким образом она и встретила Гектора. На конференции, которая была организована, чтобы презентовать последнюю продукцию для... либо же последний продукт, медикамент для психиатров, и в частности, в особенности, прекрасный новый медикамент, который её компания только что произвела, либо же изобрела. Кларе платили огромные деньги за то, что она come up with to come up with something это фразовый глагол, который переводится как придумать что-то. То есть она получала огромные деньги за то, что она придумывала названия для этих медикаментов, которые appeal – это нравится. В данном случае мы переводим как нравится, которые нравились психиатрам и их пациентам по всему миру. И также она получала огромные деньги за то, что она убеждала людей, либо же заставляла их верить, что медикаменты, которые производит её компания, были гораздо лучше, чем те, которые были сделаны другими компаниями. Несмотря на то, что although – это хотя, несмотря на то, что она была достаточно молода, Клара, она уже была успешна. И доказательство and the proof of this и доказательство тому служило, что когда Гектор звонил ей в офис, он практически никогда не смог, не мог с ней поговорить. Опять же, смотрите. Never able to speak. He was never able to speak. To be able to. Но здесь уже в прошедшем времени, потому что, опять же, can мы не можем использовать в прошедшем. Can только для настоящего. Он практически никогда не мог с ней поговорить, потому что она всегда была на встрече. И когда она и Гектор уезжали куда-то на выходные, она брала работу, которую могла закончить на ноутбуке. То есть она брала ноутбук, чтобы закончить работу. Пока Гектор прогуливался, he went out for walks, ходил на прогулки, прогуливался. On his own. Самостоятельно. Сам. Один. On my own. Самостоятельно. Если вы хотите сказать, что я могу это сделать сама, I can do it myself, I can do it on my own. То есть я могу сделать сама. Да? Он прогуливался сам. Один. Или когда он засыпал рядом с ней на кровати. Она работала. Когда Гектор предложил suggest, предложил Кларе, чтобы она отправилась с ним, она сказала, что она не может просто так уехать. Leave like that. Leave мы можем переводить и как что-то оставить. К примеру, I left my key in the flat. Да? Я оставила ключи в квартире. Либо же просто уехать. И здесь идиома следующая. Out of the blue. Спонтанно. То есть она сказала, что она не может просто так спонтанно уехать, потому что ей нужно было ходить на встречи, чтобы решить, чтобы определиться, придумать название для нового медикамента, который разрабатывала ее компания. И который будет лучше всех других медикаментов, которые вообще когда-либо были сделаны с начала времен, с начала создания этих медикаментов. То есть best of the best. Гектор не сказал ни слова. Он понял. Но он все еще был слегка, мы уже знаем этот глагол, put out, либо тушить, огонь, костер, либо же быть расстроенным, разочарованным. То есть он был слегка расстроен, либо же разочарован. Он задавал себе вопрос. Мы уже знаем whether это ли, а действительно ли уехать в отпуск не так важно или менее важно, чем встречи, собрания, на которых будут искать, либо же придумывать названия для новых медикаментов. То есть неужели действительно совместный отдых менее важен, чем придумать название для нового лекарства. Но так как мы можем переводить с тех пор и так как в данном случае лучше но. Так как его профессия заключалась в том, чтобы понимать точки зрения других людей, он просто сказал Кларе все хорошо, я понимаю. Позже, когда они ужинали в ресторане, Клара призналась, либо же рассказала Гектору, насколько сложной была ее жизнь в офисе. Complicated это сложный, запутанный, то же самое, что и difficult. She had two bosses who both liked her, but who didn't like each other. У нее было два начальника, которые оба ее любили, то есть она им нравилась как сотрудник, но они друг другу не нравились, то есть эти два босса друг друга не любили. И для Клары было очень сложно, для Клары это было очень сложно, потому что когда она работала на одного босса, то всегда был риск, что она могла расстроить другого босса. И vice versa, и наоборот. Когда она работала на первого босса, if you follow, если вы понимаете, если вы следуете, то есть она могла расстроить другого босса, если вдруг она работала на другого. Гектор не особо понимал, здесь see мы не переводим как видеть, Гектор не особо понимал, почему у нее было два начальника одновременно, at the same time. Но Клара объяснила, что это было причиной так называемого matrix management, матричное управление, либо же матричная структура управления. Гектор подумал, что это звучало sound, это звучало как выражение, изобретенное психиатрами. Либо же придуманное психиатрами. Поэтому он не был особо удивлен тому, что это создавало, либо же провоцировало достаточно сложные ситуации и сводило людей с ума. Ну, либо же слегка a bit, слегка сводило людей с ума. He still hadn't told Клара the real reason for his holiday, because since the beginning of their dinner, it had mostly been Clara talking about her problems at work. Он все еще не сказал Кларе настоящую причину своей поездки, потому что с самого начала их ужина it had mostly been Clara. Клара в основном говорила о своих проблемах на работе. But as he was growing a little tired of this, he decided to begin his investigation into what made people happy or run happy straight away. Но так как он уже начинал слегка уставать от этого, он решил начать свое investigation, расследование, а что же делает людей счастливыми либо же несчастливыми straight away сразу же, тот час. То есть, как только он устал все это слушать, он решил начать свое расследование, начиная с Клары. When Clara stopped talking in order to finish her meal, Hector looked at her and said, Are you happy? Когда Клара наконец-таки закончила свой разговор, чтобы in order to закончить свой ужин, чтобы доесть свое блюдо, Гектор посмотрел на нее и сказал, Ты счастлива? Clara put down her fork and looked at Hector. She seemed upset. She's sad. Do you want to leave me? Клара положила свою вилку и посмотрела на Гектора. Она оказалась расстроенной и спросила, Ты хочешь меня бросить? Ты хочешь от меня уйти? And Hector saw that her eyes were shining. Like when people are about to cry. И Гектор увидел, что ее глаза блестели. Как когда люди вот-вот расплачутся. To be about to do something это вот-вот сделать что-то. I'm about to cry. Я вот-вот расплачусь. Либо же I'm about to do that. Я вот-вот и сделаю это. He put his hand in hers and said, No, of course not. Although actually there had been times when he had thoughts about it. He had only asked her that because he was beginning his investigation. Он положил свои руки поверх ее и сказал, Нет, конечно же нет. Хотя на самом деле были времена, когда он думал об этом. Он задал ей этот вопрос только потому, что он начал свое расследование. Он начал свой путь. Казалось, Клара была утешена, успокоена, хотя не совсем. Though not completely. Да, хотя не совсем, не до конца. И Гектор объяснил, почему он хотел понять лучше, что делает людей немножечко счастливее, либо же несчастливее. But now there was another thing he wanted to understand, and that was why when he asked Клару whether she was happy, she thought that Hector wanted to leave her. Но сейчас была другая вещь, которую он хотел понять. И эта вещь заключалась в том, почему когда он спросил Клару, а была ли она счастлива, она подумала, что Гектор хочет от нее уйти. Она сказала ему, что восприняла это как критику. As if Hector had said you'll never be happy, and that therefore he wouldn't want to stay with her, because obviously nobody wants to live with a person who'll never be happy. Как будто бы Гектор сказал ты никогда не будешь счастлива, и следовательно он не захотел бы оставаться с ней, потому что obviously очевидно никто не хочет жить с человеком, который никогда не будет счастлив. Гектор заверил ее, что это совсем не то, что он имел в виду. чтобы успокоить разум Клары, он пошутил и заставил ее засмеяться. И в это время они одновременно почувствовали, что они влюблены. одновременно и они чувствовали это до конца их ужина и даже после, когда они пришли домой и отправились в постель. Позже, когда он засыпал рядом с ней, он сказал себе, что его расследование началось достаточно хорошо. То есть началось хорошо. И что он уже обнаружил две вещи. Одну из них он уже знал, но было бы неплохо напомнить ее. Женщины очень сложные, даже если ты психиатр. А другая вещь будет очень нужной, очень ему пригодится во время своего расследования. Ты должен быть осторожным, когда спрашиваешь у людей, счастливы ли они. Этот вопрос может их очень сильно расстроить. A great deal очень сильно upset это расстроить. Итак, друзья, мы завершили третью главу. В следующей четвертой главе Гектор отправится в Китай и получит два важных урока о счастье. Какие это будут уроки, мы узнаем в следующее воскресенье, а сейчас я прочитаю главу полностью, как диктор, без остановок. диктор, с but because he liked Clara a lot and they both felt they didn't spend enough time together. Hector and Clara loved each other, but they found it difficult to make plans together. For example, sometimes it was Clara who wanted to get married and have a baby, and sometimes it was Hector, but they almost never wanted it at the same time. Clara worked very hard for a big company. A pharmaceutical company that produced the pills psychiatrists prescribe. In fact, that's how she'd met Hector at a conference organized to present the latest products to psychiatrists, and in particular the wonderful new pill her company had just invented. Clara was paid a lot of money to come up with the names for pills that would appeal to psychiatrists and their patients all over the world, and also to make them believe that the pills her company made were better than those made by other companies. Although she was still very young, she was already successful, and the proof of this was that when Hector rang her at the office, he was almost never able to speak to her because she was always in a meeting. And when she and Hector went away for the weekend, she would take work to finish on her laptop while he went out for walks on his own or fell asleep beside her on the bed. When Hector suggested to Clara that she go with him, she said that she couldn't just live like that out of the blue, because she had to go to meetings to decide on the name for the new pill her company was making, which would be better than all the other pills that had ever been made since the beginning of time. Hector didn't say anything, he understood, but he was still slightly put out. He wondered whether going away together wasn't actually more important than meetings to find a name for a new pill. But since his profession was to understand other people's points of view, he simply said to Clara, That's all right, I understand. Later, when they were having dinner at a restaurant, Clara told Hector how complicated life was at her office. She had two bosses, who both liked her, but who didn't like each other. This made it very difficult for Clara, because when she worked for one boss, there was always a risk she might upset the other boss, and vice versa, when she worked for the first boss, if you follow. Hector didn't really see where she had two bosses at the same time, but Clara explained that it was because of something called matrix management. Hector thought that this sounded like an expression invented by psychiatrists, and so he wasn't surprised that it created complicated situations and drove people a bit crazy. He still hadn't told Clara the real reason for his holiday, because since the beginning of their dinner, it had mostly been Clara talking about her problems at work. But as he was growing a little tired of this, he decided to begin his investigation into what made people happy run happy straight away. When Clara stopped talking in order to finish her meal, Hector looked at her and said, Are you happy? Clara put down her fork and looked at Hector. She seemed upset. She said, Do you want to leave me? And Hector saw that her eyes were shining, like when people are about to cry. He put his hands on hers and said, No, of course not. Although actually, there had been times when he had thought about it. He had only asked her that, because he was beginning his investigation. Clara seemed reassured, though not completely, and Hector explained why he wanted to understand better what made people a little happy or unhappy. But now there was another thing he wanted to understand, and that was, why when he'd asked Clara whether she was happy, she'd thought that Hector wanted to leave her. She told him that she'd taken it as a criticism, as if Hector had said, You'll never be happy, and that, therefore, he wouldn't want to stay with her, because obviously, nobody wanted to live with a person who'll never be happy. Hector assured her that this was not at all what he'd meant. In order to put Clara's mind completely at rest, he joked around and made her laugh. And this time, they both felt in love at the same time until the end of the meal, and even afterwards, when they went home to bed. Later, as he was falling asleep beside her, he told himself that his investigation had got off to a good start, and he'd already discovered two things. One of them he already knew. But it was good to be reminded of it. Women are very complicated, even if you're a psychiatrist. The other would be very useful to him during his investigation. You must be careful when you ask people whether they're happy. It's a question that can upset them a great deal. He's not sure he's wrong. what should we första have done And he's definitely 계いて it.